В Абзаково стартовали соревнования среди юных биатлонистов на кубок двукратной олимпийской чемпионки Анны Багалий. Первой дисциплиной этого этапа турнира было решено сделать спринт, а накануне состоялась официальная тренировка участников. Побывал на ней, а также оценил организацию всероссийских стартов Павел Берсенев. Идейный вдохновитель, идеолог и организатор этих детских стартов двукратной олимпийской чемпионки Анны Багалий непосредственно связана с Абзаково. В 2000 году здесь проходил турнир имени Тихонова, и тогда она смогла прийти к финишу первой. С тех пор многое изменилось, в том числе и трасса. Трасса, конечно, тяжелая, что в горах, тяжелее, чем в Новосибирске. А вот стрельба тоже была не очень хорошая. Нужно поработать, будет лучше, на следующей прострелке перед гонкой. Стрельба вообще многим спортсменам давалась тяжело. Кто-то ссылался на недостаток практики, кто-то на другие факторы. Так осталась недовольной собственным результатом на огневом рубеже и Дарьей Кесиной из Саратовской области. Когда последний раз стреляли? Ох, дня три назад. И что, как было? Все было хорошо. Тренер доволен был. А сейчас акклиматизация. Но у нас есть установки, мы работаем. Кстати говоря, юным биатлонистам для участия в стартах не обязательно иметь свою винтовку. Если оружия и нет, то его предоставляют организаторы. Неотъемлемый атрибут любых соревнований по биатлону – оружие. Так вот, гонки участников от 10 до 15 лет проводятся без переноски винтовок на трассе. Используют они пневматическое оружие. Ребята постарше от 15 до 17 лет используют более серьезное оружие. Вот эта винтовка калибром 5,6 мм. И, разумеется, с ней спортсмены находятся на трассе всегда. Всего на эти соревнования заявилось 417 человек из 22 регионов страны. Большая делегация представляет Башкирию. Так в свое время в Белорецке была хорошая школа биатлона. Но вот сейчас ситуация не настолько радужная. Возможности для катания там есть, для стрельбы не очень. Иногда в тире тренажим, а потом на соревнования выезжаем. И уже на месте. Скажем, сейчас ребятам пытаюсь за одну тренировку что-то объяснить, что-то быстренькое. Кто-то быстро схватывает, кто-то нет. Огромное спасибо, если честно, за такую организацию, за проведение. Мы уже третий год подряд здесь участвуем. Вообще, для детского спорта это, я не знаю, просто респект. У меня других слов нет. Официальная тренировка максимально приближена к настоящим стартам. И поэтому она отнимает много сил. Восстановить их помогает полноценный обед. Пока спортсмены проводят время на трассе, полевая кухня уже начинает манить ароматами. Устоять и не снять пробу очень сложно. Подтверждаем на собственном опыте. Сегодня полара нас почуют гречневой кашей с тушенкой. Правда, действительно, очень вкусно. А главное, еда горяченькая. Прям согревает. Морковка видим. Тушенка видим, лучок. И посолено, как мне нравится. Для того, чтобы соревнования прошли без сучка и задоринки, чтобы у гостей не было никаких нареканий, в Абзаково задействована целая армия волонтеров всех возрастов. Они помогают участникам как в быту, так и на соревнованиях. Вот сейчас, что вы конкретно чем-то понимаете? Мы поднимаем установки, чтобы дети стреляли. Потому что, ну, это ближние, получается, установки. Потому что дальние, ну, нельзя, наверное, еще. Это, правда, очень интересно. Никогда в жизни с таким не сталкивалось. И вот сейчас это лично для меня очень интересный опыт. Все ребята очень добрые. Все команды тоже такие сплоченные. Все вежливые. Вообще очень интересно. Стать свидетелями настоящего праздника спорта может каждый. Достаточно приехать в Абзаково и поддержать юных спортсменов. Напомним расписание. 17 января спринт, 18 и 19 индивидуальные гонки, 20 эстафеты Супермикс и официальное закрытие соревнований. Павел Брюсенев, Вячеслав Гусев и Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.